Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас в гостях Валерий Демихов, директор Рязанского филиала Института детской гематологии и иммунологии, профессор. Здравствуйте, Валерий Григорьевич. Мне бы хотелось сегодня с вами поговорить об иммунитете. Ведь все мы, когда часто начинаем болеть, задумываемся о том, что, наверное, какие-то проблемы у нас именно с ним. Вот что это такое иммунитет? Иммунитет в переводе с греческого означает освобождение, избавление. И иммунная система – это одна из важнейших жизнеобеспечивающих систем организма. Основная функция иммунной системы – это защита организма от чужеродной информации генетической. То есть, прежде всего, конечно, от инфекций. От инфекций, от различных инфекций, вирусных, грибково-бактериальных. И в какой-то степени это контроль онкологических заболеваний. Скажите, вот есть какой-то, как сказать, критический порог, грань, после которого человеку нужно задуматься о том, что нужно посетить каких-то специалистов и проверить именно свой иммунитет? Например, для часто болеющих детей или взрослых часто болеющих существует российский критерий. Он составляет, если ребенок до года болеет более шести раз за год, это уже группа риска. То есть, здесь можно уже говорить о каких-то проблемах с иммунитетом. Для взрослых этот критерий 3-4 раза в год. Больше 3-4 раз болеет взрослый пациент. В принципе, уже стоит задуматься над состоянием его иммунной системы. Правда, здесь нужно говорить о том, что, в общем-то, обычное ОРЗ у ребенка. Это не такой важный критерий. Скажем, за рубежом, в Европе, в США, в отличие от нашего, критерий другой. 10-12 раз, если ребенок просто болеет ОРЗ, никто вами заниматься не будет. Потому что, в общем-то, считается, что это иммунизация, которую ребенок должен обязательно претерпеть, что называется. Ну вот, смотрите, допустим, человек взрослый, да, или там у своего ребенка, часто болеющего, вот он решил, что, наверное, какие-то проблемы с иммунитетом. К каким специалистам ему нужно обратиться в этом случае? Вы знаете, у нас, ну, сравнительно недавно в клинической практике появилась специальность врача-аллерголога-иммунолога. Раньше эти функции были возложены на специалистов-пульмонологов, потому что они были ближе всего, как бы, к этой теме. Врач-аллерголог-иммунолог должен быть в каждой районной поликлинике. Другой вопрос, что они зачастую занимаются в основном вакцинацией, и не все из них ведут клинический прием пациентов. Вот с такими проблемами, про которые мы с вами сегодня говорим, с проблемами нарушения иммунитета. Но, в принципе, они обязаны это делать. Кроме этого, существуют какие-то областные или районные центры. Ну, в Рязани это областные центры. Это вот наш центр детской гематологии и иммунологии, областная детская конституционная поликлиника, где обязательно есть врач-иммунолог, который уже основная его задача – это как раз прием вот таких пациентов с различными нарушениями иммунной системы, часто болеющими детьми и так далее, которые оказывают квалифицированную, специализированную медицинскую помощь. Ну, наверное, все-таки к таким специалистам больше обращаются именно родители детей, а взрослые как-то меньше обращают внимание на свое здоровье. Я бы не сказал. В последнее время и очень много взрослых обращаются за советом к иммунологу. Я бы даже более сказал, что поток пациентов к иммунологу увеличивает, это стало, знаете, такой модной специальностью, хотя этого быть не должно. И у нас любой врач-клиницист, специалист-терапевт, педиатр, лор-врач почему-то считает, что все проблемы, которые он видит у пациента, связаны исключительно с состоянием иммунной системы. Иногда кажется, что ему просто не хочется серьезно заниматься какой-то проблемой, и он перекладывает вот это все на врача-иммунологу. Это совсем не так. Поэтому, наверное, стоит сказать об основных каких-то причинах и проявлениях, может быть. У детей алиментарные причины. То есть любое плохое питание приводит к дефициту микроэлементов, витаминов, белка. А поскольку основные составляющие иммунной системы – это иммуноглобулины, это практически исключительно белковый продукт организма, для синтеза их требуется белок. Если его недостаточно, развивается снижение количества этих самых защитных белков, гипогаммоглобулиномии, как мы ее называем, и это приводит, безусловно, к иммунной недостаточности. Дефицит железа. Плохое питание и дефицит железа – абсолютно связанные вещи. У детей совершенно четко доказано – дефицит железа приводит к частым простудным заболеваниям. И элементарное восполнение запасов железа ребенку очень часто способствует тому, что он реже становится, реже гораздо болеет. Другие причины. У взрослых, например. В каждом возрасте свои особенности. У взрослых стресс. Хронический стресс буквально убивает, уничтожает иммунитет. Все взрослые, которые приходят на прием коммунологу, если с ними поговорить, собрать анамнез, оказывается, что это трудоголики. Люди, которые по роду деятельности подвержены постоянному стрессу, у них развивается иммунная недостаточность. Связь между нервной и иммунной системой абсолютно и точно доказана. Теперь о проявлениях, которые могли бы насторожить человека и сказать, что да, наверное, что-то у меня с иммунной системой не в порядке. Ну, о некоторых мы уже сказали. Это частые простудные заболевания. Это первое. И самое важное, пожалуй. Есть более четкие критерии. Так называемые 10 настораживающих признаков, или 12 их выделяют. Но мы все не будем перечислять, но основные. Ну, например, если у ребенка за год больше 5-6 атитов. Если пациент, человек взрослый или ребенок, дважды в год принес пневмонию. В общем-то, это достаточно частое такое явление. Но это уже серьезное подозрение на иммунодефицит. Если лечение пациента какого-то инфекционного заболевания обязательно требует антибактериальной терапии. То есть, врач видит, что без антибиотиков в данном случае уже обойтись нельзя. Это тоже подозрительно. Вот все это признаки иммунной недостаточности. Если вы их у себя видите, то обязательно нужно обратиться к врачу иммуновку. Ну и как итог нашей беседы, давайте скажем о том, какой же образ жизни нужно вести, чтобы наш иммунитет был нами доволен. Здесь все очень просто. Во-первых, я отдельно хочу два слова сказать про иммуномодуляторы. Почему-то у нас в последнее время считается, что все проблемы с нарушениями иммунитета можно легко решить, используя иммуномодуляторы. То есть, препараты, которые стимулируют иммунную систему. Это абсолютно не так. Иммуномодуляторы используются в последнюю очередь. Основная задача – это правильно поговорить с пациентом, выяснить иммунотропные факторы, причины развития иммунодефицита. Устранить их. И только потом, если будет необходимость, назначить ему иммунокоррегирующую терапию. А в общем, если говорить про иммунодефицит, про проблему, для того, чтобы их избежать, нужно правильно питаться, избегать стрессов, своевременно делать вакцинацию. И тогда ваша иммунная система будет в порядке. И вы будете здоровы. Валерий Григорьевич, вот очень часто, когда люди с подобными проблемами сталкиваются, не знают, куда пойти. Потому что, наверное, не во всех районных поликлиниках существуют иммунологи. А в вашем институте принимают только детей или взрослые тоже могут обращаться? В нашем институте мы принимаем и детей, и взрослых пациентов, потому что специальность аллергологии и иммунологии, она не подразделяется на детскую и взрослую. Мы не отказываем никому в помощи. Скажите, а вот в связи с вашим, как слиянием, соединением с медицинским университетом, какие-то изменения в вашей работе произойдут? Большое вам спасибо за этот вопрос, потому что действительно я хочу, пользуясь случаем, сказать о том, что у нас несколько изменяется статус. Наш рязанский филиал Федерального научно-клинического центра претерпевает оптимизацию. Мы переходим в Рязанский государственный медицинский университет как структурное подразделение университета. Наши задачи и функции основные остаются теми же самыми. Остается тот же самый коллектив, лаборатория. То есть мы будем продолжать работу в том же ритме, в том же темпе, как и раньше. Пациенты, у нас поток пациентов будет сохраняться, я очень надеюсь на это. И мы готовы продолжить работу уже совместно с сотрудниками Рязанского государственного медуниверситета. Спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли, побеседовали с нами. Мы желаем вам успехов, а нашим телезрителям желаем здоровья. На этом наша программа подходит к концу. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»